здорово друзья рад видеть вас у себя на канале и недавно мне на стриме попросили поиграть колоды с монахом призывателем и русалкой ну и конечно же с первого раза у меня ничего не получилось хотя мне казалось что я набирал очень неплохо сегодня я хотел бы еще раз попробовать сыграть этой колоды до русалка у меня маленькая ну а у кого она сейчас высокая сложно ее как-то подкачать быстро и высоко поэтому на 9 у меня есть у . но у меня в принципе хорош хорошая хорошая колода который можно попробовать кого-нибудь выиграть передачала маленькая пауза кто кушать приятного аппетита и в общем и целом всем желаю приятного просмотра надеюсь мы найдем соперника и ну хотя бы пытаемся его выиграть друзья хочу сказать огромное спасибо каждому кто использует мой код автора этим вы реально безумно меня поддерживаете и даете какие-то силы делать розыгрыш для вас и больше интересного контента кто не знает что это такое сейчас я вам это расскажу переходим на сайт market my games shop 125 слэш слэш и так далее ссылочка будет в описании без проблем на этом сайте можно купить все что угодно если у вас недоступны платежи через игру особенно тем кто донатит с айфона через этот сайт дешевле чем с айфона поэтому пользуйтесь здесь есть все предложения можно купить как и платину за платину можно купить все что угодно в игре так можно отдельно и кристаллы и пропуска то есть давайте допустим купим с вами вот 200 200 платины нажимаем купить буй выбираем наш игровой айди который нужен дальше вводим кодовое слово кодовое слово довольно простое али а л е вот на экране вы его также видите нажимаем продолжить здесь вы можете написать любое пожелание которое хотите чтобы я увидел дальше нажимаем продолжить и дальше выбираем любой удобный для вас платеж которым вы захотите рассчитаться то есть киеве сбер какой-то на хрен а его мани говно какой-то ну или мобильные операторы там всякие вилайн мгтс и осуждаю ну и разные карты после этого все и проходит оплата мне приходит сообщение с вашими пожеланиями вам приходит на валюта которую купили все круто просто мне приятно и вам не сложно переходим видео спустя не несколько минут на нашелся соперник и это king с гайкой и дыхашкой то есть на этой неделе когда у нас решают темное владение нету больше бафа о криту для этой колоды то колода смотрится не очень и на своей колоде я бы ее ну точно выиграл тем более там девятый призыватель поэтому это такой показатель да и ну вот честно мы обязаны выиграть не знаю что должно произойти чтобы мы проиграли но я почему-то хочу верить в то что выиграть это получится проигрывать прям не хочется поэтому я максимально настроюсь на победу сконцентрируюсь найду себе кучу пробужденных мечей найду себе кучу стаков призывателя и наверное с призывателями на одной из волн его подушим урона у него не будет потому что призыв только 9 но в принципе 15 дыха 15 меч 20 гайка лючка его ну сильно-сильно смотрится но блин надеюсь надеюсь что все таки получится у нас сразу хочется убрать все лишнее выстроить линию монаха и начать собирать уже какие-то глаза потому что здесь надо и глаза и точку роста раскачать и призывать или настакать прям все нужно сделать и очень быстро потому что просадка у монаха после последних фиксов которые уже были давным-давно начинается прям тотально быстро и я к этому иногда просто не готов это я играл пробовал зевсом играл слов чем она лопчего надо оставлять на столе и мечи копить ну тяжеловато а вот именно в такой раскладке теории можно копить можно копить а давайте так просто очистим есть контакт так вот здесь можно копить глаза и скипать призыватели тем самым получая урон единственный минус то что нет зевса на боссах не будет нужного плюса к урону так пока у нас особо ничего не выстраивается на конечно еще раз попробуем рискнуть нормально все 5 монах у нас есть нам останется найти просто будет золотую пятую дряду мы сделаем его седьмого уровня и уже есть два синих меча которые все это дело нам будут копить осталось линию построить 6 глаз взял таланты я все на баф то есть призыватель у меня бездушни не считает последнего таланта и мечи тоже абсолютно все синие потому что глаза у нас будут улетать и нам надо будет их копить если бы мы взяли красные дамы сбивали бы больше сопернику но блин монах из 10 глаз не живет особенно там если у нас там будет 34 нам постоянно до поддержки это высокие все вот словно я начал выставляться да и сейчас можно копировать призывателей два пробужденных я наверное пока оставлю все остальное буду отдавать призывов 3 оракула когда будет такая вот ситуация на столе я буду их просто перекручивать потому что если я соединю двух с оракулом мне два оракула не дадут не дадут только одного оракула золото кстати ему нормально падает уже вроде два раза он прожал едва полетела где же к еще один ораку сейчас чем придумаем тем более он на сквер не у нас контр заклятие защиты у него не будет а если мы будем разбивать ему с нужного дыха который будет на всех стаках все вот это вот его дело я думаю просадка там любом случае пойдет сейчас неприятный момент поэтому вот так я просто сделаю надо было освободить это все четвертый призыв подкапливаем это нам надо собирать в одну большую дрядку крутим призыва 4 хорошо пока что один пробужденный я уберу в любом случае еще не такая волна когда мы сможем просесть я думаю и теперь можно по-аккуратному давать монапы последний монап у нас остается чтоб найти золото и вот что-то я не уверен да золото нам не даст поэтому делаем пятерочку и за счет призыва я думаю мы все равно в любом случае сделаем все потом монах вот о чем я вам и говорил у нас было 7 глаз и уже у нас один даже с учетом того что у нас русалка защищает его братуха нам как бы серьезно сбивает глаза потому что он вообще ничем блин не защищен счета нет ни хрена нет чит у него точно не надо было отбирать обещает он как будто бы не играет микролаги чем это связано пешка как будто бы зависла да не как будто бы так 6 призывов есть уже принципе неплохо два глаза щиток вернули и вот здесь блин непонятно что сразу ставить поэтому с таком все подряд где-то я копирую призывателей где-то я копирую монаха и где-то опять же по самому минимуму мечи мечи будем копировать самом конце сейчас абсолютно нет смысла сбивать ему глаза потому что он их рано или поздно найдет и все то что мы ему сбивали это будет бесполезно это хорошо это мы сразу сделаем вот так и уберем и находим еще один пробужденный меч вот вроде стоит куча мечей и мы защищаемся мы соединяем и вот из-за того что у него красные глаза он просто ужасно нам все это сбивает спасибо что щит сработал это было вот сейчас как раз таки очень приятно хотя было отряда на по цель так вот этому сюда это мы 7 еще пробужденный интересно сыпит пробужденные мечи на этой колоде я уже не первый раз замечаю это русалку хотелось бы повыше монаху всегда нужна скорость атаки крит 9 русалка дает только урон и шанс на повторный пузырь было бы 15 я думаю что было бы прям намного веселее играть давайте пока убирать и давайте монаха скипать в надежде на ну на что угодно кроме монах вот здесь он не сейчас не надо был совсем где-то уже десяточка стандарт по шмоткам у него куртка на свет я-то думаю что так мало маны прилетает хотя очень много чего соединяю так первых мы оставили поэтому можно будет посоединять отлично щиток походу два глаза хотя урон был опять было все извиняюсь неправ покрутили соединили призыв чем еще удобен нежели локчий если у вас есть призыв на столе вы можете смело взять просто перекрутить его и в любом случае как бы там плохо не было вам упадет что-то ну более-менее нормально что вы сможете скипнуть но не так у меня сейчас у меня сейчас реально это развалюха на столе вот сейчас я это покручу конечно скипнул монаха придется скипать меч потому что немного заставился и будем скипать монахов дальше угол смотрите рассказываю как будет у нас стоит 5 слева монах снизу справа нас 5 призы я сейчас перекручиваю призыва смотрите делаю вот так я короче ну я рассчитывал на шестую ряду но 6 монах стоит его муж наверно никуда не уберем все лишнее давайте скипать блин у смотрите как пробужденный сыпет просто очень сильно 10 призывов у нас есть подушить что мы его под душем этот меч давайте тоже уже убирать летят глаза в нас просто ошалеть точку роста докачиваем эти мечики нам тоже больше не нужны и вот уже еще один пятый монах а куда этого пятого монаха девать надо надеяться на огнеры к хотя там под щитом постоянно он будет стоять так все перед темным священником щит мы получили слава богу она не туда полетела сейчас на самом деле опасно потому что у нас есть две пешки нам надо сделать одну пятую скипнуть и получить что-то нормальное в этой точке если 7 ряд это прям вообще идеально будет потому что если каким-то чудесным образом потом огнирык понизит его мы сможем отдать нашего брату стоять стоять сейчас мы возможно и без этого все сделаем нам просто нужно еще одна четвертая отряда как я сделать сюда только не меч так отдаем 41 стак уже на всех есть все кроме вот этого братухи уже все почти там накопили по 10 глаз по законам подлости всегда в него лететь не будет до самого конца хотя вот уже 9 и вот на 9 глазах если ему них она не избивает урон хороший еще один третий блин мы закрыли закрыли крест который надо раскрывать как его раскрыть в этого же типа тоже стаки сейчас полетят переворот второй меч 3 еще один меч придется золотой отдать сюда давай как она мимо все закидывает просто не дает нашему монаху так для цевим братуха кстати очень даже неплохо выставляется у него куча золота причем золото у него есть везде все отлично это убираем оттуда получаем четвертого я бы на самом деле один пробуждение вот так убрал да потом сделал бы вот так раз и скипнул это все седьмого монаха нормально почистили место на столе получили щиток 51 стак раскачанный амулет роста урон есть но есть до того момента пока нам не собьют щит на высокой волне либо же не застанется какое-то контр заклятие и все и там просто фаталити будет все полетели щиты это тоже 150 есть все лишние отряды я забыл надо отдавать монахов на пересечениях там идет темный священник желательно чтобы он щит наш не трогал мы-то в любом случае сможем почиститься но как бы не хотелось особо так давай к этому братуху тоже сюда уберем и надо скипать опять монаха чтобы левые не забирал стаки потому что левый он сам по себе бесполезный хоть у него глаза и есть так вот если мы прожмем вот если мы прожимаем уже урона не уменьши а понятненько как я и говорил все полетит строго туда ничего нового брату сюда это сюда пятый меч мана заканчивается потихоньку можно пытаться закидывать уже глазами как раз у нас есть неплохие для этого мечи куча красных у него все равно смотрите в него три пробужденных стоит он вообще не боится ничего пока что ему абсолютно плевать на нас щит опять не упал 1 мы оставим призывателя чтобы крутануть потом я надеюсь крутанем нормально что у него просадка пойдет потому что мы как так не может захватить ему девятого призывать поехали крутим ну да уже чувствуется проблемы мы кстати сделали с вами 6 монаха о 7 и все как бы и щиток на него сверху вот это отлично один миллион белого золотой стандарт если у вас нет одного миллиона белого урона на монахи то бы это грустно он у нас есть все нормально скипнуть бы 5 мечик куда-то потому что фул стола сейчас не хочу закрывать для этого еще рано а на гроссмейстере можно пробовать подкинуть и может каким-то чудесным образом его соединить в мире начинают работать и куча у нас полезных дряд которые на самом деле особо некуда даже отдавать поехали проверяем перевернули ну нас самих чуть не соединила так вирус до вирус попал да куда не надо попадать придется нам нажимать манам сейчас только он туда пойдет или мы почистим а нет все отлично щит щит спасает надо ждать следующего гроссмейстера и пытаться сбивать на гроссмейстере блин опять пробужденный скипнул крутим хрен с ним отлично здесь мы сейчас сделаем так 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 и мы собираем побольше так хорошо дальше что делать дальше нихрена непонятно дальше нам бы еще одну вторую ряду чтобы почистить место на столе так на просадку у нее есть все хорошо чувствую чувствую успех лично хорошо 5 золотая куда куда блин лучше лучше бы он чикнул нас туда вот куда отдать пятую золотую сейчас вообще ума не приложу отдай что-нибудь нам надо делать кого-то еще высокого значит 27 призывателей пойдет вот сейчас а 7 понизит если полетит нет понятненько отлично это мы скипаем скипаем еще 1 7 закрыли крест все верю в верю в чудо просто верю в чудо нажимаем так поехали монад да ну нахрен не все равно больше урона в момент это сейчас почти просел нам нужно накопить глаза я пока не знаю где их взять вот вроде неплохо этому сюда подсоединим давай сюда отлично нихрена отличного вот у нас три креста теперь есть конце выходить нельзя full стол потому что надо будет все равно искать призывателей искать соединять их как-то между собой это можно разбить отлично этих тоже маски по им так и еще одна вот такая на тени у нас появляется пока отдавать его тоже никуда не будем погнал братуха дай последний глаз пожалуйста ему даже русалка нихрена не дает разве это урон до нас соединить нам повезло я просто жлоб я зажал нажать монад из-за этого нас соединила и если бы она соединила чуть по-другому это все это было бы фатальная так вот сейчас неплохо вот сейчас хорошо грядку сразу же сюда отдаем спасаем меч и пока сидим пока что цель просто добить добить эти уродские глаза потому что шансы крита монах вообще ниоткуда не получает русалка не дает ничего не дает 10 мечей наш единственный выход на это нормальный шанс крита я уже думаю просто взять и оставить себе этот пятый меч пускай стоит отдать в него пятую ряду и забыть здесь вообще нельзя нажимать хочу делать а надо нажимать урона нет ни хрена от полите от полите ребят повезло как же нам сейчас повезло вот видите да вы нажимаете манап на монахи и туда летит вирус и вот всем насрать на ваш манап когда вы его нажали зачем вы его нажали нажали это 10000 маны есть туда вот под призывом уже урон пошел когда призыва я не нажал урон пропал надо постоянно искать призыва прожимать для этого надо подкопить немножечко маны пожалуйста и это скипну все 10 глаз наконец-то полетел так вот этого братуху сюда смело все три креста три креста может быть постоим но опять же где призыватель он сбился глаз это просто ошаленно покрутили ну и как будто бы урон местами есть местами нет вот видите а я хотел в самом начале нажать туда монах я хотел нажать монах нажал бы монах сейчас мы всю волну стояли с меткой как она так вообще уже работает как она так устроена по кривому монах же очень уязвим и вот 9 русалка я вообще себя уверенно не чувствую будто мне вообще ничего нельзя давайте разбивать и копить последний глаз обратно то есть 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 контакт призыв есть сейчас попробуем нажать под босса хотя это не страшная босс поехали ну как как бы вообще урона нет без 10 глаз тут вообще сложно как-то что-то оценивать вот у него немножко захилила мы там тоже чуть похилились но это не страшно сейчас мы скипнем вот этот меч и чуть больше вот этих братков выстроим одели щит пойдет призывателя нашли один разочек покрутить дальше разбиваем надо искать именно на босс надо искать призыва именно на босса это опять у него проблемы неполадки что у тебя братуха дай просто выиграть что он делает вот что он делает где моя пешка здесь пешка должна быть души это тоже развивать к сожалению тоже разбиваем подкапливаем конечно же почему нет вовремя щит накинули и сейчас будем крутить и верить в то что давайте заранее в него подлаги так мы убили ему снесло раз это хорошо хорошо два раза мы его пробили кукловод с точки роста на точку золото а по-другому вообще не вариант было подвинуть я как бы не жалуюсь даже так хорошо ну блин можно попробовать душить прямо на волне цена самих душит а что соединять а что соединять них нихрена же нельзя соединить мы просто в застаки сейчас сидим у нас остается призыв только под босса только под босс остается призыв он там начинает что-то там отключать выключать эти интернеты все тут надо покрутить второй крест у нас слава богу активировался на двух крестах будет полегче прибыл будет понижать любом случае спасли мы своего монаха 1 поехали вам он нихрена не понизил да как будто я вообще вот понижение не почувствовал закрыла самого сильного там вот это может быть плюсом если они сейчас зайдут горгона еще кого-нибудь еще успей просто кого-нибудь закрыть база дх можно побеждать на монахи но это такой лютый под ребята как бы вообще гайка не особо на этой неделе идет к дх но она все же 20 на левых талантах не знаю а ну да он с плащом играет поэтому он темный договор не взял призыв абсолютно бесполезный не знаю зачем там нужен призыв но блин вот это такая шляпа с 9 русалкой просто видели насколько мало урона в конце хотя блин 5000 крита максимальная колода 15 призыв меня урон должен быть просто супер много и вот против мечей против такого дх мы 32 б еле-еле на 32 б мы выиграли хотя если бы это был нормальный дх на 32 бы он бы только-только начинал разгоняться и подкидывать нам призыва был бы 13 там мы проиграли 15 соответственно да даже 11 если бы он нам чуть ману лучше подрезал проиграли поэтому монах очень спорно играет зевсом говорю сразу нет зевсом у вас будет больше урона но убрать щиты от русалки у вас вообще не будет глаз и все боссы вас будут станете вас даже не будет возможности как-то полечиться с русалкой 9 недостаточно говорю сразу нужно минимум 10 желательно с предметом и даже 10 русалка с предметом будет на слабее колоде стоять больше потому что здесь решает именно герой русалка сейчас метовая и надо ее соответственно качать наверное первая победа на монахи за все время ура я ну как бы планировал что мы его выиграем но достаточно долго с ним пожили как-то так друзья огромное спасибо за просмотр подпишитесь на канал поставьте лайк всем кто использует код автора спасибо и увидимся сегодня на стриме всем пока